Привет, с вами снова Догмама Аня и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. Очень многие люди, когда хотят завести маленькую декоративную собачку, выбирают между породами Йоркширский терьер и Чихуахуа. Мне в личку очень часто приходят сообщения о том, кто лучше, Йорк или Чихуа. Но на этот вопрос ответить невозможно, ведь каждому свое. Поэтому сегодня мы с вами сравним эти две породы по основным пунктам. А вы уже сами делайте выводы и смотрите этот ролик до конца, потому что там я скажу, кто же лучше лично для меня. Итак, поехали! Внешний вид и примерные показатели. Йоркширский терьер. Рост 21-23 сантиметра, вес 2-3 килограмма, продолжительность жизни 12-15 лет. Хорошо подходит для содержания в квартире и для неопытных владельцев. Происхождение Англия. Чихуахуа. Рост 15-23 сантиметра, вес 1-3 килограмма, продолжительность жизни 14-18 лет. Также хорошо подходит для содержания в квартире и для неопытных владельцев. Происхождение Мексика. Йоркширский терьер – это длинношерстная маленькая собака, не имеющая подшерстка. Это значит, что они практически не линяют Их шерсть похожа на волосы человека Она постоянно растет и выпадает только при расчесывании или повреждении Чихуахуа тоже маленькие декоративные собачки Они бывают короткошерстными и длинношерстными Характер Так как йорк это терьер, это их главное отличие от чихуа Они относятся к третьей группе пород собак, терьеры С французского языка слово переводится как норная собака Ее предназначение рыть землю в погоне за норными животными и борьба с грызунами Отсюда смелый, уверенный в себе, умный, самостоятельный нрав терьеров Несмотря на то, что йорки это декоративная порода Чихуахуа это порода, относящаяся к девятой группе Собаки-компаньоны Соответственно, в характере чихуа заложены такие качества, как Преданность, бдительность, живость, общительность, но при этом быстрота и смелость Как и другие терьеры, йорки нуждаются в постоянных тренировках для выплеска энергии Если с ними не заниматься, йорк может стать раздражительным, нервным и даже начать огрызаться Чихуа же более уравновешенные Они вполне самодостаточны и их темперамент не меняется от количества физической активности Йорки довольно умны и любознательны Но их не очень легко обучать, ввиду независимости характера Они часто пытаются доминировать над другими Дрессировка йорка требует каждодневной трудоемкой работы Чихуа более быстро схватывает то, что хочет от него хозяин И поэтому гораздо легче поддается дрессировке А также они более послушны по характеру Йорк не любит игнорирование Если он не получает достаточно внимания от своего владельца, то характер может испортиться Чихуа тоже очень любит внимание Но при этом они не воспринимают игру с собой как должную обязанность Зато искренне радуются этому и становятся счастливей Йоркширский терьер очень любит играть Активность и шум Чистокровная собака любит гавкать на предметы со звуком Телефон, будильник, дверной звонок А иногда и просто так, зазывая хозяина поиграть и обратить внимание Чихуа чаще всего не подает голос без причины Имеет спокойный характер Но это относится к воспитанным и чистопородным особям Обе породы достаточно активны и дома, и на улице Но лидером все-таки является Йоркширский терьер Он немного шустрее Чихуа Собственную территорию обе собаки защищают достаточно активно И врагов видят в основном в собаках Люди их нервируют гораздо меньше И Йорк, и Чихуа очень общительны Причем одинаково склонны любить людей гораздо больше, чем собак Способность сосредоточиться на чем-либо крайне низкая у обеих пород При посторонних собаках хоть как-то собраться может Чихуа А вот Йоркширский терьер тут же побежит знакомиться При правильном воспитании и Йорки, и Чихуа совершенно не агрессивные собаки Доброжелательные, предпочитают дружить и играть, а не драться и ссориться И Чихуашки, и Йорки, и Грибы легко возбудимы, но способны быстро успокоиться Быстро реагируют на любые интересующие их действия и предметы Не устраивают конфликтов, напрашиваются на ласку Но в Чихуа все эти черты более сильно выражены, чем у Йоркширских терьеров Обе породы довольно дружелюбные к детям Но есть мнение, что Йорки не любят игр не по их правилам Поэтому могут огрызнуться и напугать ребенка своими зубками, если он начнет их тискать и дразнить Йоркширских терьеров лучше заводить детям постарше, желательно от 10 лет Считается же, что Чихуа любят детей, поэтому легко живут в семье с ребенком Их преимущество в том, что они любят убегать и играть в активные игры, поэтому дети им не надоедают Удивительно, но обе породы собак довольно приличные охранники Особо ответственно к охране подходит Йорк, по крайней мере он точно поднимет лайк А вот размеры обеих пород собак не позволяют им быть хорошими телохранителями Однако склонность отдать жизнь за хозяина больше развита у Чихуа Йорк скорее будет лаять, но не бросится Уход и содержание Шерсть Йорка требует постоянного ухода Если не мыть Йорка хотя бы один раз в неделю, его шерсть становится сальной и неопрятной Шерсть у Чихуа как у гладкошерстных, так и длинношерстных очень легка в уходе Если Чихуа не бывает на улице, то мыть ее можно вообще раз в полгода Шерсть Йоркширского терьера необходимо расчесывать каждый день, иначе она спутывается и образовываются колтуны Как короткошерстные, так и длинношерстные Чихуашки не нуждаются в обязательном расчесывании Но собаке будет приятно, если вы почешите ее Более того, это положительно влияет на кровообращение и качество шерсти Йорков желательно стричь раз в два месяца У короткошерстных Чихуа стричь вообще нечего, а длинношерстным нужно максимум делать гигиеническую стрижку Из-за всех этих трудностей в уходе владельцы Йорков часто коротко обстригают свою собаку И получают не королевскую собаку с шелковыми прядями, а просто обстриженную собачку Шерсть на морде Йорков пачкается или становится мокрой после того, как он поест жидкой пищи или попьет воды Это выглядит довольно неопрятно Гладкая мордочка Чихуа всегда будет чистая Здоровье У Чихуа более длинный список возможных болезней, чем у Йорков Но если правильно следить за здоровьем, обе собаки могут быть здоровы до самой старости И для Чихуа, и для Йорков характерны чаще всего низкий уровень сахара в крови, проблемы с зубами и деснами и болезни внутренних органов Также Йорки особенно аллергичны Помните, каждая собака индивидуальна, и данные описания характерны для пород в целом и не всегда совпадают с характером конкретной собаки Как видите, эти породы очень похожи и каждому свое Я считаю, что можно завести любую породу собаки, если правильно за ней ухаживать и уделять ей достаточное количество времени, заботы и внимания Лично я, конечно же, предпочитаю Чихуа-Хуа, потому что за ними более легкий уход Я бы не хотела ухаживать за шерстью Йорка, это довольно трудоемкая и сложная задача Ну и пообщавшись с некоторыми Йорками, я сделала для себя выводы, что они все-таки терьеры И им нужно определенное количество активности, внимания, и они более независимы А еще, как мне показалось, Йорки больше гавкают, чем Чихуа-Хуа Еще мне нравится, что Чихуа могут играть, бегать и гулять часами И при этом, если вам лень, они будут проводить с вами время в кровати, не требуя никакой активности и внимания Для меня Чихуа более интересная порода, чем Йоркширский терьер, но каждому свое Так что любите своих собак, и будет вам счастье Кажется, я тут что-то нашел, что же это такое? Эйван, чё ты делаешь? София, я нашел место радости Чего ты нашел? Волшебное место Что ты делаешь? Место радости Место радости Какое еще место радостい continuer, что там? Дядь, это я тебя завалю Я тебя завалю Дяде Аня Сейчас я вас обоих завалю Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий.